Коллеги, даже не знаю, как вас благодарить за терпение. Попробую задать непопулярный сегодня вопрос. Стало лучше слышно? Ну, слава богу. Ну, я даже, видно, да, видно, понятно, выключали камеру, потому что наши технические специалисты сказали, что их знали только в лицо, но не все, поэтому кроме моего лица Иринова вы сегодня никого не увидите. Коллеги, все же с опозданием, но начинаем. Спасибо вам большое за терпение, огромное спасибо. Я вижу, что не так много человек покинули нашу аудиторию, было бы неудивительно, если бы покинули больше. Итак, мы сегодня с вами говорим о новом греческом сезоне, о греческом сезоне с туроператором Ambotis Holidays, и мы с вами расстались на той приятной информации о том, что мы, как туроператор, продолжаем исповедовать ту концепцию, что для нас максимально важно мотивировать наших любимых коллег, наше агентство. Именно поэтому мы по-прежнему не снижаем базовую комиссию, мы по-прежнему не исповедуем промо-тарифов, и с этой замечательной ноты мы продолжим наше общение. Итак, мы говорим о сезоне 2018, и хочу сказать, что раннее бронирование, которое на это лето открыто, оно уже скоро будет закрываться, коллеги, вот на этом хочу акцентировать ваше внимание. Раннее бронирование второй год идет достаточно активно. Мы этому очень рады, мы не устаем благодарить в первую очередь вас, тех, кто общается с нашими общими туристами и аргументирует раннее бронирование. Но у каждой медали, как известно, есть обратная сторона, поэтому в этом году наши партнеры, основные греческие отельеры, приняли решение раннее бронирование ограничить зимой. То есть 28 февраля раннее бронирование заканчивается, поэтому у нас с вами осталось не так много времени, чтобы рассказать туристам о всех преимуществах этого замечательного формата. Поскольку, слава богу, не знаю, обо что постучать, наша валюта достаточно стабильна, и мы в общем не ожидаем скачков валюты, это значит, что скидки достаточно серьезные в формате евро, они действительно будут чувствительны и сейчас, и летом. Поэтому еще раз напоминаю, раннее бронирование в этом году завершается 28 февраля. О нашей полетной программе. Теперь, поскольку звук хороший, я позволю себе взять привычный блипстемп, поскольку у нас времени всегда недостает, а сегодня в особенности, я два слова скажу о нашей полетной программе. По-прежнему у нас партнеры по авиаперевозкам прежние, это любимые гейские авиалинии и авиакомпании «ЮТЕЙР». Но что хочу сказать, в этом году мы сделали еще больший акцент на перевозке авиакомпании «ЮТЕЙР». И объясню почему. При всей нашей любви к нашим партнерам авиакомпании «Гейские авиалинии», это действительно один из лучших европейских перевозчиков, который отличается и качеством обслуживания, и прекрасными бортами, и точностью перевозок, как любой иноперевозчик, он имеет время не такое удобное, как наши собственные авиакомпании. Это очевидно, это данность, это не их вина, это просто факт жизни. Фраза безоценочная, слоты не самые удобные, это не хорошо, не плохо, это так и есть. Конечно, наши партнеры стараются предусмотреть все возможные нюансы, чтобы предоставить нашим туристам, которые в основной своей массе семьи с детьми, более комфортную перевозку, но сделать слоты такими удобными, как наши авиакомпании, не получается. Поэтому основной наш перевозчик – это авиакомпания «Ютея». И на самом деле мы очень дорожим этим сотрудничеством, потому что авиакомпания, особенно в последние годы, увеличила точность перевозки до невероятных вершин, если можно так сказать, 90 с лишним процентов рейсов пополняются абсолютно точно по расписанию. Если где-то идут задержки, то опять-таки в основной своей массе это объективные причины, такие как погодные условия. Итак, «Ютея» летает точно, обслуживание качественное, и при этом, коллеги, вот в этом месте даже сделаю небольшую такую театральную паузу. Лучшие слоты на рынке – это перелет с авиакомпанией «Ютея». Те, кто со мной давно работают, знают, что я не сторонник превосходных форм и каких-то дифферамбов, поэтому примите это просто как информацию. Слоты компании «Ютея» при перелете в Грецию практически лучшие на рынке. И мы с компанией «Ютея» летаем ежедневно в Салонике, при этом эгейскими авиалиниями, как вы видите, мы тоже продолжаем летать в Салонике, и даже увеличили частоту перелетов в Салонике эгейскими авиалиниями по сравнению с прошлым годом. И мы «Ютея» ежедневно будем летать на Крит. Что это дает нашим туристам, кроме возможности планировать свои туры по длительности так, как им удобно? На самом деле, сказав, кроме вот этой опции, я немножко недооценила этот формат. Возможность строить тур так, как хочется, не на 2 недели, не на 10 дней, как это предлагается, скажем, чартерными рейсами, а так, как удобно. Это может быть 13 ночей, это может быть 18 ночей, это может быть 23 ночи и так далее. Вот все это дает наше сотрудничество с «Ютеером». Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что длительность тура может быть любой, и на стоимость билета это никак не отражается. Вы прекрасно знаете, что если есть чартерная перевозка и частота 10 ночей, 11 ночей, то чтобы улететь на 3 недели, туристам приходится платить за 2 билета. Да, это данность, я тоже не буду это комментировать. Но вот перед вами тот кадр, на котором я хочу обратить ваше внимание особо. Это возможность перелета в Грецию из российских регионов, которые не имеют такой специальной собственной перевозки в Грецию. И вы видите, это Мурман, Сыктывкар, Ханты-Мансид, Сургут и многие-многие другие города. Как нам удается доставить этих туристов в Грецию? Благодаря компании «Ютеерс», которой у нас уже не первый год заключен договор на транзитную перевозку, мы доставляем этих туристов в Москву, во Внуково, и затем из Внуково на курорты Греции. При этом регистрация багажа сквозная, обратите на это внимание, и те сегменты, которые считаются внутренними, скажем, из Казани в Москву, и обычно в среднем они безбагажные, у нас при нашей перевозке в Грецию багаж включен, и багаж регистрируется от места посадки туристов, то есть, скажем, из Сургута, и багаж свой туристы забирают уже, прилетев в Грецию. Итак, это чрезвычайно важно, и я хочу еще раз отметить, что мы с удовольствием туристов вот из этих регионов перевезем в Грецию в течение всего лета на любую длительность. И обратите внимание, пожалуйста, то удобство слотов, о котором я только что говорила, а именно вылет в Грецию где-то в 10.50, позволяет собрать всех туристов из этих регионов, которые прилетают во Внуково в 7, 8, около 9, а потом, вернувшись из Греции в Москву в районе 6-7 вечера, дальше рейсы разлетаются по регионам где-то с 9 часов вечера, то есть, чрезвычайно удобная стыковка. Вот на этом транспортном моменте я с удовольствием акцентирую ваше внимание. Коллеги, и поскольку у нас с вами семинар, в общем, очень рабочий, я вижу здесь среди участников наших постоянных агентств, за что большое спасибо. Третий вид, коллеги, Есть, звук есть, прекрасно. Но давайте смиримся с тем, что сегодня техника ведет себя так, как ей хочется, а не так, как нам хочется. Будем жить в предлагаемых обстоятельствах и бороться по мере возможностей. Итак, возвращаемся к нашей работе. Я только что упомянула о законе о туризме, вернее, изменениях в этот закон по туризму, которые вошли в силу год тому назад. В принципе, по идее, мы должны были бы уже к ним привыкнуть, но, как всегда, одно большое «но». В суете, в спешке, в недостаточности информации забываются некоторые моменты. А именно, на этом слайде вы видите кадр из какого-то абстрактного личного кабинета, где совершенно необходимо указать вам, указать код ПАКВЭ. Это код, это разрешение на определенную деятельность. Для разрешения, для возможности заниматься туризмом, необходимо компании получить коды АКВЭ. Вот они здесь у вас написаны. 79.11, 79.12, 79.1 – это туроператоры, 79.11 и 12 – это турагентская деятельность. 79.9 – это не очень здорово, но на крайняк, как говорят, сойдет. Это доступ к бронированию туристических услуг. Итак, если агентство не имеет разрешения на туристическую деятельность, мы не имеем права, коллеги, услышьте меня, пожалуйста, не потому что мы не хотим, не потому что мы кого-то из вас вдруг разлюбили, мы всех вас нежно любим и хотим работать со всеми, кто хочет работать с нами. Но по закону мы не имеем права подписывать договор и работать с агентствами, которые не имеют разрешения на туристическую деятельность. Поэтому, чтобы в сезоне не было мучительно больно, когда вы забронировали заявку, а потом начинаются звонки и письма о том, что мы не можем войти в личный кабинет, мы не можем 1, 2, 3, дальше каждый по мере своей фантазии может продолжить, а мы отвечаем коллеге, мы не можем с вами работать, мы закрыли личный кабинет, потому что. Итак, внимание, у нас еще есть время до активного летнего сезона проверить разрешение на туристическую деятельность. Если вдруг его нет, несложно в электронной форме подать заявку в свою налоговую, заявка принимается из электронного кабинета, рассматривается в течение нескольких дней, прислать нам документ о том, что вам присвоен этот аквэд, и мы счастливы все вместе, мы работаем дальше. Коллеги, пожалуйста, обратите на это внимание. И обратите внимание также еще и на то, я уже перехожу, собственно, к нашей содержательной работе, к нашим спецпроектам, но не могу не все-таки затронуть тему наших с вами административных взаимоотношений, это довольно важно. Пожалуйста, проверьте все, кто с нами работает, прислали ли вы нам оригинал договора, скан договора, то есть копия, это еще не индульгенция на всю оставшуюся жизнь. Если вдруг окажется, что у нас нет оригинала достаточно давно, больше месяца, а есть только скан, мы будем вынуждены опять применять непопулярные бюрократические меры. Я надеюсь, все услышали эту информацию, это именно рабочая информация, примите ее к сведению, давайте постараемся жить счастливо и заниматься только работой. В качестве наших рабочих моментов хочу вам напомнить про наши давно любимые и известные проекты, которые будут в Греции и рассказать о том, что нового. Ну, конечно, один из самых любимых, востребованных, замечательных наших проектов, это Club Elephant. Это проект, который специально создан для комфортного, интересного, содержательного отдыха всей семьи. Для того, чтобы детям было интересно, а родители, в свою очередь, могли иметь хоть какое-то личное время, для того, чтобы было интересно всей семье, детям и родителям, создан этот наш проект. И я хочу вам сказать два момента, которые достаточно новые. Во-первых, наш проект Club Elephant будет расширяться. Где конкретно, вернее, куда конкретно пойдут пути этого расширения, давайте оставим это интригой. Мы расскажем это на нашей следующей встрече, потому что те регионы, которые мы сегодня с вами обсуждаем, они предлагают только любимый, давно известный Club Elephant на Калкидиках в отеле Симмандра. Это вот первая новинка, то есть интрига завязана, ждите продолжения. И еще одно новшество, оно не совсем новшество, оно появилось у нас в прошлом сезоне и весьма-весьма востребовано. Это обратный связь, который существует всегда у родителей, которые планируют отправиться вместе со своими детками, ну, точнее сказать, у семей в Club Elephant, у тех, кто наблюдает за жизнью Club Elephant, уже уехав оттуда или только собираясь. Это возможность общения с нашими аниматорами, с нашей командой Club Elephant на страничках в социальных сетях, прежде всего, страничка ВКонтакте. То есть вы можете видеть, наблюдать за жизнью нашего замечательного клуба Elephant, за работой наших аниматоров, за жизнью семей, которые участвуют в работе этого клуба практически в прямом эфире, потому что там выкладываются ролики, там выкладываются фотографии о событиях, которые вот только произошли или планируются. Там наши аниматоры, когда у них есть, я не хочу сказать, свободное время, такого понятия в сезоне у них нет, но время, когда они в состоянии отвечать на вопросы, они отвечают на вопросы. То есть в отличие от предыдущих сезонов, мы расширяем возможность онлайн-общения. Это чрезвычайно важно, и я думаю, что это важно для вас, коллеги, в первую очередь, потому что вы можете, зайдя на эту страничку, показать потенциальным нашим с вами туристам, а то, как действительно не на словах, а на деле происходит жизнь и отдых в нашем замечательном клубе Elephant. Вот вы видите, это реальные кадры, которые мы выбрали из огромнейшей подборки событий, мероприятий прошлого лета. Далее, специальный проект BabyTime. Ну, вы, наверное, уже привыкли, понимаете, что наши специальные проекты ориентированы не вообще на туристов, а каждый из них ориентирован на конкретную целевую аудиторию. И, собственно, в этом их прелесть, в этом их специальность. Для того, чтобы отдых каждой конкретной целевой аудитории отвечал их ожиданиям. В этом наша с вами основная задача. Итак, если наш любимый клуб Elephant нацелен на семьи, в основном семьи с детьми, такого уже вполне активно сознательного возраста, где-то с 5-6 и до тинейджеров, то специальный проект BabyTime, он ориентирован на отдых семей с маленькими детьми. Это особая история. Те, у кого есть маленькие дети, прекрасно понимают, о чем я говорю. На самом деле, это сложности, если не помочь для родителей, а вовсе не для детей. Деткам такого возраста везде прекрасно, если мама и папа рядом. А вот родителям приходится решать массу дополнительных проблем, как то перевозка коляски, детское питание, памперсы и всякое разное. Так вот, наш специальный проект BabyTime как раз и направлен на то, чтобы облегчить родителям жизнь вдали от дома и сделать отдых, действительно отдых. Не только для малыша, который вывозится на море, но и для всей семьи. Вот обращаю ваше внимание на специальный проект Holiday Time. Это, в общем и целом, новинка этого сезона. Хотя пробовали этот проект мы в прошлом году, но не было такого анонса, не было такого красивого названия и красивого логотипа этого проекта. Это проект, который предназначен не только для семейного отдыха, но и для отдыха взрослых, активного, интересного. И что немаловажно для наших туристов, базирующегося на русскоязычной анимации. Значит, в тех отелях, которые вы видите на своем сайте, это Ксения Стоксения, наш один из любимых отелей. А любим он еще и потому, что он находится на фоне. Мало отелей на третьем пальцах лукетиков, которые предлагают интересный отдых. И, в принципе, мало отелей там. Ну и в наших любимых отелях Апаламара и Наша Настя, Ксения Стоксия. Этот проект уже опробован, если можно так сказать, в прошлом году. И в полной мере он заработает в этом. Итак, суть проекта. Значит, это ежедневная анимация для детей и взрослых. Причем и для взрослых отдельно. То есть не в формате семьи, как это в клаве «Элифант». Команда аниматоров тоже готовится нашими специалистами. То есть это наша команда. Но команда не такая большая, как в «Элифанте». То есть это возможность сделать свой отдых еще более интересным как семьям, так и индивидуалам, взрослым, активным туристам. Я напоминаю про наш специальный проект «Вилла СПРО». Это возможность бронирования отдыха не только в отелях, но и на виллах. Это совершенно особый тип отдыха. И он интересен погружением в социальную среду, в этническую среду, в частности в греческую. Дает возможность отдыхать не в отеле, где диктуется в общем и целом режим и формат отдыха. А так как это хочется и так как это привычно, это очень интересный формат. И хочу заметить, что если вилла, выбранная вами, находится на том курорте, куда мы летаем, то мы можем дополнить бронирование виллы перелетом. А если говорить о перелетах ютейром, то это и возможность любой длительности, что особенно важно для отдыха на виллах. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на этот формат. Ну, паломническая служба «Благовест» – это наша возможность паломнических турах и паломнических экскурсий, которые в принципе не ограничиваются летним сезоном. Она у нас действует круглый год. Я про нее только напоминаю. Ну и кратко о тех двух регионах, о которых мы сегодня поговорим. Поговорим мы о двух регионах. Наши с вами технические проблемки как-то чуть-чуть сбили меня с ритма. И я не анонсировала, что говорить мы сегодня будем не о всех наших программах, не о всех наших направлениях, а только о двух. О Халкидиках и о Корпу. Я вот немножечко приоткрыла интригу, да, потому что сегодняшний наш основной докладчик, я постараюсь максимально ускориться, это как раз Ирина, которая расскажет нам о сети Икосы и о новинке. А новый отель Икоса открылся как раз на Корпу. Но я больше не буду интригу рушить. Все остальное у Иры в руках и на ее презентации. Но быстренько с вами пробежимся по нашим возможностям на Халкидиках. Но ни для кого не секрет, что для Амботиса Халкидики это основной регион. Как мы говорим, у нас там Кнездо, наш главной офис в Салониках. У нас есть офисы, конечно, и на Халкидиках тоже. Именно на Халкидиках находятся наши отели, которые входят в холдинг Амботис. Это и Эленотель, два отеля и Ксениса, которых уже 10. Если кто не уловил этих перемен, напоминаю, что у нас сеть Ксенис уже расширена еще в конце 2016 года. В прошлом году она уже была в более широком таком формате. И вполне возможно мы будем расширяться и далее. Так вот, собственные офисы, собственные отели, перевозка в Салоники такая, что можно выбрать на любую длительность, на любой вкус, на любое время и так далее. Итак, Халкидики. Напомню о наших собственных отелях. Два отеля небольшой цепочки Эленотель и Эта Паламара Эленотель. Оба находятся в Ханиоте. Те, кто знают Грецию, прекрасно понимают, насколько оживленно и интересно это поселочек. И совершенно не обязательно иметь питание all-inclusive для того, чтобы хорошо, весело и вкусно отдохнуть в Ханиоте. Но я не буду говорить про Паламара, про него знают, наверное, все. Это наш флагман, это наша эмблема, если можно так сказать, замечательный бутик-отель, который участвует и в нескольких проектах. Он у нас участвует в проекте BabyTime. Там как раз очень славно с маленькими детками, потому что, с одной стороны, хороший вход в море, относительно небольшая территория, довольно удобно по ней передвигаться с детской коляской. Ну и молодым родителям, которым наскучат находиться на небольшой территории, можно спокойно дойти пешочком вместе с коляской или с ребенком в кенгурушке до Ханиоте и там продолжить свой активный, замечательный отдых. Полис – отличный отель, который, несмотря на три звездочки и такое демократичное ценовое предложение, великолепно отремонтирован и предлагает чудесный, качественный отдых. Ну и на этом слайде третий отель – это любимый отель «Наша Настя» – Ксения с Анастасией. Вы наверняка те, кто с нами много работают и присутствуют на наших семинарах, вебинарах, слышали от меня одну из моих любимых фраз. Всегда везде говори правду, только правду, просто живешь остроумным человеком. Не буду изменять себе по поводу нашей любимой Насте. Значит, официальная классификация – пять звезд. Вмешиваться в национальную классификацию мы никогда не можем и нет причин этого делать, но иметь собственное мнение нам никто не запретит. Тем более, что есть отзывы туристов, которые говорят, ну какие же это пять звезд. Коллеги, отвечаю, пять звезд бывают разные. Бывает эконом-вариант вот такой, как Ксения с Анастасией. И в ценах это очень хорошо видно. Поэтому я вас призываю вместе с нами доносить до туристов следующую информацию. Один из эконом-пятизвездочных отелей. То есть это отель, который предоставляет большой комплекс услуг, вполне себе отвечающий требованиям к пятизвездочным отелям. Скромные номера – да, но цена соответствующая. Вот на это прошу обращать внимание. Прекрасная территория – зеленая оливковая роща. Вот территория – это просто большая оливковая роща. И даже пляж становится все лучше и лучше. Если в прошлом году я говорила, что обязательно нужно, особенно детям, специальную обувь для входа в море, потому что галька. Сейчас я как бы не призываю всем срочно выбросить специальную обувь, купленную в прошлом году. Она может пригодиться. Сейчас я отвечу на вопрос, питание на сколько звезд. Питание качественное, я бы сказала, на хорошие 4 супер и 5 звезд, в зависимости от сезона, когда большой поток, может быть там где-то чего-то, какие-то маленькие шероховатости, где-то чего-то не хватило. Но вот когда, скажем, приезжая в мае-июнь, отличное питание. Там прекрасный шеф-повар, правда, хорошо кормит. Так, и продолжим про пляж. Пляж становится лучше, причем тут сошлись усилия не только сотрудников отеля, но и природы. Видимо, природа благоволит к нашей Насте, и за это большое спасибо. Там намывается песок и уходит галька, потом пляж становится все лучше. Единственное, что можно сказать еще, что сама по себе полоса пляжная узкая, но вот это как раз нисколько не мешает отдыху, потому что основное количество лежаков под оливами, и это очень комфортно, это здорово. И отель очень рекомендован для семейного отдыха. Он, кстати, входит вот в этот наш проект Holiday Time, там наша анимационная команда, там спортплощадки, там прокат велосипедов. До ближайшего поселочка на Эскионе ходят шаттл от рецепции. Можно доехать на велосипеде, можно пройти пешочком. Поехали дальше. Наши замечательные отели, Посиди Парадайз, Дольфин Бич, я на них не буду останавливаться, они, правда, очень качественные, в своих категориях одни из лучших, очень уютные, ухоженные, и отели, которые предполагают замечательный, качественный отдых. На одном из этих шести отелей хочу остановиться, это Ксения Теоксения. Причем остановиться, в принципе, с той же изначальной целью, как я остановилась на отеле Наша Настя. Дело в том, что про Ксения Теоксению тоже говорят, что отель не всегда дотягивает до своих четырех звезд. Опять-таки, давайте разбираться. По соотношению цена-качество отель один из самых лучших. У отеля огромный жирный плюс, великолепный пляж. Действительно, один из лучших пляжей на Афоне. Да, номера, особенно часть категорий требует ремонта. Про ремонт могу сказать, что он планируется на следующую зиму. Но опять-таки, обращаю ваше внимание на соотношение цена-качество. Есть номера более дешевые, и они, безусловно, больше соответствуют трем звездам, чем четырем. Но при всем при том, соотношение цена-качество достойное. Плюс, еще раз обращаю ваше внимание, на хороший пляж, на хорошее питание и расположение. Это Афон, где туристы мужеского пола могут позволить себе паломничество, не отрываясь надолго от семьи. И вы знаете, что женщинам запрещено переступать границу этого государства. А с другой стороны, вся семья может проехаться вдоль Афона полуострова, прошу прощения, на кораблике, и посмотреть на все святыни с борта корабля. Те отели, те четыре объекта размещения, которые вошли последними в цепочку Ксениас, объединены у нас таким понятием Ксениас-Лутро-Вилладж-Апатненс. Это, во-первых, одни из самых экономичных объектов размещения в нашей цепочке Ксениас. Объединены они местоположением, а именно географическим расположением в поселочке Лутро, где находятся термальные источники. И кроме экономичного, демократичного размещения в прекрасном месте на берегу моря с возможностью и самим готовить еду, если это апартаменты, и питаться, скажем, если это отель, есть возможность принимать процедуры в больном центре. Процедуры хорошего уровня, хорошего качества, то есть совместить отдых с оздоровлением таким околомедицинским. Я думаю, что это очень интересный вариант. Сразу отвечу на множество вопросов, задаваемых по поводу поселочка Лутро. Поселочек небольшой, но там есть и таверны, и магазинчики, супермаркеты. То есть если хотят люди приготовить себе еду два раза в день, один раз в день, продукт купить не проблема. Ну и напомню, теперь уже переходим к тем отелям, с которыми, точнее, мы работаем давно, и где у нас есть контракты. Напоминаю, что в прошлом году комплекс Сани открыл новый отель, Сани Дюны. Отель очень хорошего качества, у нас там были туристы, причем весьма имениты, я не буду называть их имен. Но если вы читаете всякий разный инстаграм, можете видеть благодарности любимым Амботисам, это просто цитата, да, за отдых Сани Дюна. Значит, что хочу сказать, у отеля очень интересная концепция, они нацелены на отдых тинейджеров. Это сколь сложно, столь благородно. Вот пока им это удается. Ну, отель, еще раз повторю, новый, очень хорошо вписался в созвездие Сани, обратите на него внимание. Отель Мираджо, который открыт относительно недавно, один из самых новых отелей. Отель с великолепной территорией, с прекрасным питанием. Вот тут питание на 5 с плюсом. Да, тут могу честно сказать, Мираджо можно там предъявить какие-то маленькие вопросики, ну, у всех есть какие-то вопросы, у всех есть свой вопрос. Вот, но что касается питания, оно однозначно великолепно. Прекрасный спа-центр, еще раз повторю, прекрасная территория. Есть бассейны с морской водой, подогреваемые. То есть, если туристы хотят полететь на майские праздники, например, когда вода еще совсем не гарантированно будет теплая, можно купаться в бассейнах с подогреваемой морской водой. И это несомненный плюс, особенно если учесть, что вход в море не везде хороший. Опять-таки, честно говорю, что вот там обувка для входа в море весьма пригодится. Дальше, отели, с которыми мы продолжаем работать. Хочу обратить ваше внимание на отель Александр Спалас. Это отель, который находится тоже на Афоне, недалеко от нашей Токсинии. И пляж там такого же великолепного качества, как у Токсинии, вы можете здесь увидеть. Это тоже бюджетная пятерка. То есть, тоже не ищите там таких прелестей, как в Мираджо, там, скажем, или в Помигранате. Но, как бы, классификация такова, что отель имеет пять звезд, но по цене видно, что это весьма экономный отель. Так, отличные отели, с которыми мы работаем. Порто-Карас, Мелитон, это Ситония. Не так много отелей мы предлагаем на Ситонии. Это очень интересный полуостров, Палец, как привыкли говорить, очень зеленый. Там довольно спокойно, всегда, но это неудивительно, потому что он с двух сторон защищен. С одной стороны Кассандра, с другой стороны Афона. Там практически нет волн. Там прекрасные пляжи. И вот эти отели, на них обратите внимание. Особое внимание, пожалуйста, обратите на отель Пиде Палас. Вот тут как раз возникает вопрос, а почему четыре, а не пять? Отель совершенно великолепный. Мы его очень любим. И наша любовь в этом году проявилась еще и в том, что мы увеличили свои гарантии в этом отеле, потому что он пользуется огромным спросом. Отель, еще раз повторю, отличный. Обратите на него внимание. Ну и отели, скажем, более скромные, Тео Бунгало. Это практически наш эксклюзив. Очень хороший такой экономичный отель. Не могу не обратить ваше внимание на замечательную нашу Симонтру, которую мы уже упоминали, когда говорили о проекте Клаппеллифан. Здесь та же самая история. Пять звездочек на фронтоне этого отеля. Здесь номерной фонд на уровне четырех звезд. Честно могу признать, четыре, четыре супер. Но прекрасная территория, великолепный пляж, хорошее питание и отель, ну просто природа приспособлена для отдыха с детьми, потому что кроме прекрасного пляжа, который вы видите, и нашей замечательной анимации, которую вы тоже видите, вокруг отеля Сосновые леса. Это прекрасный воздух, это прекрасное настроение, когда можно после моря пойти прогуляться по лесу. Ну и, наконец, новиночка наша на Халкидиках специально. Видите, я все отели сгруппировала, считаю, что вы все про них уже практически все знаете, ну или, по крайней мере, слышали и читали у нас на сайте. А вот это вот новенький отель Тропикал Ханиоти. Замечательная совершенно трешечка. Ну, как вы видите, по названию находится в Ханиоти. И отель, который мы взяли на гарантию, он небольшой. Там порядка 60 номеров. Находится он в 300 метрах от пляжа, но, опять-таки, на таком же практически расстоянии от центра поселка Ханиоти, о котором мы сегодня уже говорили. Значит, отель совершенно замечательный, предлагает качественный отдых. Еще раз повторю, это наш новый контракт в этом сезоне. Обратите на него внимание, пожалуйста. Итак, мы с вами переходим к курорту, к острову Курту, про который я, наверное, уже даже и не буду практически ничего рассказывать, потому что никаких новинок по сравнению с прошлым годом, имеется в виду контрактных, у нас не предполагается. Если вдруг что-то появится, мы непременно вас оповестим об этом. Я хочу только напомнить про полетную программу, куда мы летаем, в смысле на корпусе мы летаем нашим любимым ЮТЕРом. Есть бизнес-класс, то есть все по-взрослому, можно замечательно долететь не только в эконом-классе. И просто пробегусь по тем отелям, которые мы предлагали и будем предлагать в этом году. Это Grand Mar Hotel в Беницисе, это практически единственного такого уровня, такая четверка в Беницисе. Вообще, просто такая ремарка относительно Корфу. На Корфу довольно много хороших четверок и отелей среднего класса, если можно так сказать. Потому что если мы говорим, например, про Родос или про Крит, то там 5 с плюсом, либо потом 4 с минусом. Серединки практически нет. Корфу это как раз тот курорт, где есть та самая золотая середина, которая часто бывает очень-очень востребована. И просто давайте пробежимся по отелям, которые мы, еще раз повторю, предлагали в прошлом году. То есть вы об этих отелях знаете уже от нас, читали на нашем сайте и, надеюсь, бронировали. И эти отели мы будем предлагать и в наступающем сезоне 2018. Вот еще раз предлагаю посмотреть на эти отели. Обращаю ваше внимание только, опять-таки, на звездность относительно Мисонги Бич. Значит, этот отель позиционирует себя как 3 с плюсом. Ведь отели выбирают и позиционируются по звездности не всегда с завышением, не у всех мания величия. У некоторых, наоборот, есть такие мысли о том, что не стоит классифицироваться на более высокую звездность, чтобы, во-первых, не получать нареканий, а во-вторых, там еще и с налогообложением всякие прелести возникают. Так вот, Мисонги Бич себя позиционирует как 3 супер. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что этот отель практически по всем позициям хорошая четверка. Это великолепная территория, обслуживание, очень много анимационных программ и детских площадок, рассчитанных на абсолютно на разные возрасти, от самых маленьких до тинейджеров. Вот это прекрасное, как я уже сказала, питание. И не все далеко номера там можно отнести к 3 звездам. Есть номера улучшенной категории, которые скорее заслуживают твердой четверки. Но, тем не менее, в целом отель себя позиционирует как 3 супер. Но, опять-таки, если вы посмотрите на стоимость, то очень часто тур Мисонги, который говорит про себя, что он 3 звезды, дороже, чем какие-нибудь соседние четверочки. Так, ну и, собственно, моя часть, которая вот так весьма загадочно начиналась, подошла к концу. Я надеюсь, что все-таки основная информация сумела до вас дойти. Отвечаю на вопросы. Рекламники планируются? Коллеги, рекламники вот-вот выставятся в продажу, выставятся на сайт. У нас по традиции будут рекламники на Халкидики, непременно. У нас обязательно будет рекламник на Родос, у нас будет рекламник Халкидики плюс Корфу. Значит, все рекламники будут. И спасибо за вопрос, потому что вопрос подсказал мне, что я в этой нашей некоторой сумятице не сказала про рекламники. из региона обязательно будут и рекламники, и раннее бронирование оно есть. Коллеги, к вопросу о рекламниках. Как раз, когда я говорила о плюсах с нашей точки зрения работы с Амбонисом, был очередной сбой там видео и аудио доступности, и я упустила момент такой. У нас возвратные рекламники. Это значит, что посетив один из наших рекламников, а затем отправив определенное количество туристов, стоимость рекламника вы себе возвращаете. Ну, переносом стоимости на другую заявку. Но хочу обратить ваше внимание на следующее. Если раньше можно было зачесть эту стоимость на любую заявку, я подчеркиваю, на любую, не только на греческую, то сейчас, когда у нас появились блочные туры на наши экзотические направления, вы знаете, что у нас блоки на Бали, на сингапурских авиаренях, блоки на Аэр-Араби, на Шиланку, то есть блочные туры, они подразумевают иную финансовую дисциплину. Поэтому фидбэк, вот то, что я вам хочу сказать. Возврат стоимости рекламных туров в Грецию может происходить только на заявке в Грецию. Вот это услышьте меня, пожалуйста, это важно очень, чтобы потом у нас не было печалек. А одна такая печаль у нас уже случилась с агентством из Ростова-на-Дону. Ну, надеюсь, что мы все это решили к всеобщему удовольствию, что больше не было таких недопониманий. Только на греческие туры. Это первый момент. И второй момент, который я вам не сказала, это когда я говорила про бизнес-класс на Корфу, у меня на краю сознания всплыла мысль, которую я вам не сказала, когда мы говорили о Сане, Икосах и у отеля в премиум класса на Калкетиках. Коллеги, дорогие, я посоветовала бы вам подумать вот о следующем. Когда туристы бронируют у нас такого уровня отели, предлагайте им сразу индивидуальный трансфер. Не потому что нам хочется, как говорится, кому-то что-то лишнее продать. Боже, сохрани, просто очень часто на нашем опыте такие случаи, когда туристы, прилетевшие, скажем, в Мираджо, не выходят в трансферу, где-то по ходу берут такси и уезжают. Это не очень симпатично. Они остаются вне зоны на какое-то время внимания наших сопровождающих, наших гидов. То есть такие туристы, они в принципе все равно не мыслят себя в групповом автобусе. Поэтому, пожалуйста, во-первых, предлагайте им это сразу. И во-вторых, у нас возможность сразу при бронировании заложить групповой трансфер, а не запрашивать потом доплату, заложить индивидуальный трансфер, а не запрашивать потом доплату к нашему групповому. Такая возможность вот-вот появится. Поэтому на это, пожалуйста, обратите внимание. И я думаю, что туристы будут нам за это благодарны. Ну, коллеги, итак, я заканчиваю свою часть, но я ни в коем случае с вами не прощаюсь. Я готова буду ответить на вопросы. А сейчас я с огромным удовольствием передаю слово нашему с вами гостю, нашей гостье, которая так же терпелива, как и вы, выслушала и меня, и все наши проблемки вместе со мной пережила. Ирина, да, Ирина Шахмарова, которая сейчас вам расскажет про ИКОСы вообще и про новинку ИКОСа в частности. Добрый день всем. Надеюсь, меня хорошо слышно. Сейчас презентацию с самого начала начинаю. Позвольте представиться еще разок. Спасибо вам большое, Алла Филимонова, за то, что представили меня. Меня зовут Ирина Шарахмарова. Я являюсь генеральным представителем сети ИКОС Резорт в России и странах СНГ. Пару слов хочу сказать, конечно, о нашей сети. Мы молодые. Возникли в 2015 году в результате соглашения между Сани Резорт и Американским инвестиционным фондом. Наша сеть на данный момент уже включает целых три отеля. Это два отеля на Халкидиках. ИКОС Океания и ИКОС Оливия. ИКОС Океания у нас на первом пальчике находится на Кассандре. И ИКОС Оливия между двумя пальчиками, но фактически это регион Ситония считается. Ну и 3 мая 2018 года у нас еще открывается третий отель ИКОС ДАСИЯ на Корку в местечке в таком красивом заливе ДАСИЯ. Все отели у нас пятизвездочные и мы работаем на все включено классы люкс. Это единственная система, которая у нас есть. Больше ничего другого мы не предлагаем. Чуть-чуть подробнее расскажу про нашу систему. В принципе, она абсолютно одинакова во всех отелях. Что касается еды. Ну и да, конечно, у нас на очень качественном уровне. У нас всегда в отелях есть один ресторан, который работает по системе шведского стола и аля-карт-рестораны. Аля-карт-рестораны, часть из них работает на завтраки и на обеды, чтобы у гостей был выбор, где позавтракать и пообедать. И некоторые рестораны открываются только на ужин. Ну, собственно, никаких у нас депозитов за ужины, за обеды, тем более ничего подобного у нас нет. Просто гости заранее бронируют столик и, собственно, наслаждаются своим ужином. Бронирование нужно только на ужин. У нас большинство шеф-поваров являются обладателями членовских звезд. Этим мы, конечно, очень гордимся, поэтому и еда у нас, собственно, на соответствующем уровне. Еще одна отличительная наша черта – это такая услуга дайн-аут, когда гости могут ужинать вне отеля. То есть, несмотря на то, что отель у нас все-таки все включено, мы гостей не держим на территории, то есть позволяем им еще выйти за территорию и, собственно, ужинать в такой греческой атмосфере. В каждом отеле разное количество таверн. На самом деле, в течение сезона эти таверны тоже могут меняться. Они тоже абсолютно бесплатны для наших гостей. Гости тоже бронируют столик и, собственно, по сет-меню могут выбрать себе и закуски, и супчики, и горячее. В общем, там много-много всего. И в том числе и напитки, естественно, тоже туда входят. Что касается, продолжая тему напитков, собственно, все бары, которые у нас находятся на территории отелей, они все для гостей абсолютно доступны, бесплатны. Все напитки, которые там представлены, горячие, холодные, алкогольные, безалкогольные, естественно, тоже входят в нашу систему и для гостей бесплатные, без каких-либо ограничений. Большой плюс в том, что у нас в каждом отеле есть винный погреб. В погребе у нас представлены более 300 номинований вин, и они тоже, как бы, в нашу систему входят. Поэтому для гостей это большой-большой плюс. К обеду, к ужину можно доказать вина абсолютно в любых количествах, собственно. И вообще в каждом аликарте ресторане у нас своя винная мастер-карта. И гости уже, собственно, специально подобраны под блюдом одного или того ресторана. И гости, допустим, если попробовали какое-то вино в итальянском ресторане, пришли потом в греческий и поняли, что здесь этого вина они найти не могут, и спокойно могут, собственно, из винного погреба его заказать. В этом плане, конечно, это очень тоже удобно. Что касается активных развлечений. Конечно же, на каждом курорте у нас есть спортивные центры. Обычно они с теннисными кортами. Освещение, оборудование мы предоставляем. Абсолютно тоже бесплатно. Групповые занятия. Это и аэробика, йога, зумба. В общем, все, что можно пожелать. Всегда есть пляжный, естественно, волейбол, площадка для грудь, мини-футбол. А что касается водных развлечений, у нас здесь каноэ, катамаранчики, сапсерфы, которые сейчас особенно популярны стали. Это тоже бесплатно для гостей, можно спокойно пользоваться. За дополнительную плату будут у нас моторные водные виды спорта и детские академии. Это академия тенниса, академия футбола и академия виндсерфинга. Все остальное, что касается спорта, это абсолютно бесплатно. Детские мини-клубы, точнее, просто детские клубы у нас подразделяются на три возрастные группы. Управляются они компанией британской World Wide Kids. Собственно, если для малышей от 4 месяцев до 4 лет, они у нас идут за дополнительную плату. Все остальное мини-клуб от 4 до 12 клуб для подростков. От 12 до 17 это все абсолютно бесплатно. Что касается детей, ну, собственно, здесь, конечно, все хорошо. Что касается, допустим, еды, то в каждом из ресторанов, в а-ля-карт-ресторанах, в основном ресторане, есть всегда детское меню, либо детские зоны. А если вдруг что-то гости не нашли, что подойдет именно их детям, всегда это можно заказать. Либо в ресторане, либо даже через рум-сервис. То есть в этом, конечно, большое удобство. Все необходимое для детей, ванночки, подогреватели, кроватки, это мы все всегда, естественно, предоставляем. Кроме того, у нас всегда в каждом отеле на пляже есть такие зоны по присмотру для детьми. То есть можно на полчасика оставить детишек и спокойно пойти покупаться. Далее мы переходим к спа-центрам. Спа-центры у нас работают на французском бренде Ant Simonin. Спа-центры у нас обычно состоят из тренажерного зала, непосредственно спа-кабинетов. Естественно, спа-по-тудо идут за дополнительную плату. Обычно это также термальная зона, куда вход абсолютно бесплатный. То есть там обычно сауны, хамамы, паровые бани и горячие лежаки. И также это всегда бассейн с пресной водой, подогреваемый, естественно, либо крытый, либо часть какая-то его есть открытая. И также хотелось бы отметить, что мы всегда рады молодоженам. Если к нам едут молодожены, то мы для них абсолютно комплиментарно организовываем романтический ужин при свечах. Практически как на картинке, только теперь это стало еще симпатичнее. И обязательно ставим бутылку шампанского при заезде. Вообще для всех гостей мы ставим, естественно, комплименты. Обычно это бутылка вина и фруктовая тарелочка. И также вот хочу отдельно рассказать чуть подробнее о нашей Deluxe коллекции. Deluxe коллекция это клубного типа номера. Они все идут с приставочкой Deluxe, их сложно с чем-то перепутать. И, собственно, когда гости бронируют именно Deluxe коллекцию, то получают достаточно широкий ряд привилегий. Это и эксклюзивное обслуживание при заезде и выезде. То есть это просто максимально все быстро происходит. Обязательно персональный менеджер, который ведет гостей от и до. У гостей Deluxe коллекции своя собственная зона на пляже, свой собственный бассейн, доступный только для гостей Deluxe коллекции. Также более широкий выбор ром-сервиса, более широкий выбор закусок на пляже и у бассейна. Более премиальные напитки стоят в мини-баре. Ну и вообще, конечно, мы, естественно, дарим тоже подарки, как две спа-процедуры. Тут они уже идут бесплатно, естественно, массаж шеи и спины. И тоже организован ужин на пляже. Может это быть либо большой какой-то ужин семейный, хоть на 20 человек, либо романтический тут уже гости решают сами. Ну и с этого года у нас добавятся еще пляжные сумки, бронтированные икос. Собственно, теперь переходим непосредственно к самим отелям. Это наш отель, который находится на перешейке двух пальчиков, фактически регион Светонии и Косоливия. Находится он в поселочке Геракине. Ну, поселочек сам себе, конечно, такой тихий, спокойный. Пройдусь просто по инфраструктуре. Здесь вот у нас основное здание находится. Здесь у нас стандартные номера. Стандартные номера могут быть с двумя вообще видами. Есть у нас вид инлон, так называемый. Вообще это, конечно, вид на внутреннюю территорию, на фонтан. И дальше чуть-чуть видна дорога, но она абсолютно тихая, спокойная. То есть никакого дискомфорта особо она не предоставляет гостям. И вид на море. Вид на море у нас может быть на территории и на море, и со стороны основного бассейна и на море. То есть вид немножко разный, но тем не менее, в общем, он никак не подразделяется. Идет как сивью. Далее у нас все размещение находится в двухэтажных бунгалах. Двухэтажные бунгала, это, в общем, в одном бунгала можно находиться по 6-8 номеров. В основном это сьюты с одной спальней. Есть у нас сьюты с двумя спальнями для больших семей. И также стандартные бунгала двухместные для двоих человек. И делюкс коллекция у нас находится вот с этой стороны. Это только одноэтажные бунгала. Для тех, кто хочет, не хочет, чтобы над ними жили. Вот обвела прям всю зону делюкс коллекции. Здесь у нас есть делюкс сьюты с одной спальней и делюкс сьюты с двумя спальнями. Собственно, вот этот продолговатый бассейн тоже относится к делюкс коллекции. И пляжик, вот он изолирован, это тоже именно делюкс коллекции. Основной пляж находится с другой стороны. Что касается пляжа, он у нас здесь песчаный. Но при входе в воду кое-где, конечно, попадаются камушки. Поэтому я бы со своей стороны посоветовала тоже иметь какую-то специальную обувь, чтобы было максимально удобно всем, комфортно заходить. Что касается вообще инфраструктуры общей, у нас здесь на территории 5 ресторанов. Один основной и 4 а-ля-карта ресторана. А-ля-карта здесь итальянская, французская, греческая, азиатская кухня. И за пределами отеля по системе дайн-аут можно поужинать в трех тавернах. Естественно, спортивный центр здесь вот с этой стороны находится. Вот два теннисных корта, их как раз очень хорошо видно. Если говорить о вечерних развлечениях, то здесь у нас основной это театр под открытым небом. А здесь проходят и шоу, и кинопоказы, и мюзиклы. В общем, все самое необходимое. И с 2017 года мы еще добавили в развлекательную нашу вечернюю программу вечеринки. Они проходят либо в театре под открытым небом, либо на пляже. Очень красиво все оформляем. Поэтому, в общем-то, что поделать вечером, вся вот эта программа наша немножечко расширилась. На территории у нас здесь 4 основных бассейна. Они все с пресной водой и все подогреваются до 27 градусов. Все бассейны, которые относятся к номерам, в данном случае к Белюкс коллекции, они тоже с пресной водой и тоже подогреваются до 27 градусов абсолютно бесплатно. Сейчас перейду к номерам. Вот, собственно, так выглядят наши номера. В основном здании, вот сверху фотография, это Superior, двухместный номер. И снизу это панорама Junior Suite. Это самая высокая категория в основном именно здания. Тут можно разместить 2 плюс 2. И далее в бунгало, вот как раз здесь у нас сверху, это представлено у нас сьют двумя спальнями. То есть сьюты у нас всегда это гостиная и отдельно гостиная, отдельно спальня. В этом случае гостиная и две спальни. По количеству спальн всегда у нас количество санузлов. И снизу вы видите сьют с одной спальней. Собственно, сьюты с одной спальней они могут быть разными видами. С видом на сад, с видом на море, вот как на картинке представлено. Тоже, естественно, раздельные комнаты. Делюкс коллекция. Ну, здесь у нас основные две категории. С одной спальней делюкс и делюкс сьют с двумя спальнями. Выглядят они практически одинаково. Шли сравнивать с основными категориями номеров. Но, в общем-то, есть дизайнерские решения, есть отдельная зона и есть привилетия. Этим-то они по большей части отличаются. Собственно, по Оливии, в общем-то, прошлись. Напомню, что хотела. Теперь перехожу к отелю Икос-Океане. Который у нас, конечно, в 2017 году очень сильно изменился. Здесь, как вы знаете, отель у нас расположен на возвышенности. У нас, естественно, баги ходят, собственно, как и в Икос-Оливии. Но, если захочется прогуляться, здесь может быть не всем очень комфортно. Потому что есть самый большой, достаточно крутой спуск. Он ведет как раз к пляжу. Но, опять же, можно взять баги и доехать, собственно, на них. Собственно, что у нас тут поменялось? Мы обновили весь номерной фонд. Номерной фонд у нас, вот, прям, это была полномасштабная реновация. Вплоть до того, что мы проработали все моменты со звукоизоляцией. Теперь все просто отлично. С самого стандартного номера с промо-дабл-рум до, естественно, самых высоких категорий. То есть мы обновили абсолютно все. Здесь у нас на территории также 5 ресторанов. По аналогии с Икос-Оливией они абсолютно одинаковые. Единственное, что здесь у нас дайн-аут услуга. Представлено одной таверной пока что, в общем-то. Но, опять же, в течение сезона это все может поменяться. А самый большой момент, пожалуй, который с нами произошел. Многие знают, слышали, что ранее при заходе в море были такие каменные плиты происхождения с ежами. Ну, в 2017 году, наконец-то, к 2017 году мы, наконец, получили разрешение, все это засыпали песочком. Соответственно, теперь пляж в идеальном состоянии. При входе в воду только песочек и ничего больше. Чуть дальше в море мы построили небольшой волнорез, который не позволяет песочкам выумываться в течение сезона. Ну, а в межсезонье мы, естественно, это все досыпаем, чтобы всем было комфортно. То есть, если сравнивать пляжи, допустим, популярный вопрос между Икос-Оливией и Икос-Океанией, конечно, на данный момент можно сказать, что океане в этом плане выиграют. Потому что пляж, во-первых, стал широкий, лежаки очень далеко друг от друга стоят. Ну, в общем, по отзывам даже в TripAdvisor мы поняли, что океане в этом году у нас поднялась выше, чем Икос-Оливия даже. Ну, об этом чуть-чуть попозже я расскажу. Вот, собственно, по океане здесь вот у нас находится основной корпус, здесь основная вся инфраструктура, это бары и рестораны, спа, мини-клуб. Здесь, в общем-то, жилых каких-то номеров у нас нет. И корпуса. Первый корпус вот этот самый продолговатый, второй, третий, четвертый самый ближний к морю, самый любимый всеми. И корпус Deluxe Collection находится вот здесь вот в серединочке, он такой изолированный. И перед ним же находится бассейн Deluxe Collection. Что касается пляжа, то здесь он, конечно, не изолирован, как в Икос-Оливии, но находится просто вот с этой стороны, чуть-чуть в стороне, получается. Здесь вообще у нас, как вы видите, корпуса трехэтажных. Здесь лифты, в принципе, все для всех удобно. Единственное, что в корпусе Deluxe Collection там лифта нет, и гости попадают со второго этажа непосредственно в корпус. Соответственно, у нас появились просто новые номера, которые идут с частным садиком, то есть это гарантированно, естественно, первый этаж. Частный садик с шезлонгами, с оливковым деревом обязательно, и, в общем, красиво оформлен. Соответственно, все, что в Deluxe Collection у нас идет с частным садиком, это гостям необходимо будет опуститься вниз по лесенке. Лесенка, конечно, небольшая, это семь ступенек, но, тем не менее, для тех, кто едет более с маленькими детишками, это может быть не очень комфортно. Поэтому тоже имейте это в виду. Также часто вопрос слышен про дорогу, которая отделяет пляж и отель. Дорога, в общем-то, совершенно не страшная, абсолютно безопасная. Это одна полоса односторонняя у нас на протяжении отеля, территории. У нас лежат лежачие полицейские, в общем-то, поэтому машины здесь, естественно, не разгоняются. Это и, в принципе, в день проезжает, ну, достаточно минимальное количество машин, поэтому здесь, конечно, волноваться не стоит. Собственно, что касается бассейнов, естественно, здесь тоже самое все. У нас все бассейны здесь пресной водой, все подогреваются до 27 градусов. Номеров с отдельными, с отдельными индивидуальными бассейнами здесь, к сожалению, нет, только вот с частными садиками. Ну и теперь как раз покажу, как выглядят наши новые номера. Это то, что стало сейчас, очень сильно отличается от того, что было раньше. Расскажу вам про такие моменты, напомню, двухместный номер, он звучит как промо-дабл-рум. Чем он отличается? Там, естественно, тоже есть ремонт, все хорошо. Что касается там мини-бара, который у нас бесплатный, рум-сервис, то есть здесь все то же самое, это все действует на абсолютно все номера. Просто этот номер идет без вида. Он находится в третьем корпусе на первом этаже, поэтому вид у этих номеров на впереди стоящий корпус, ну и на небо получается. Это единственное отличие, больше, в принципе, никаких моментов, нюансов здесь нет. И как раз следующий слайд, это Deluxe коллекция. Здесь вот у нас представлен Deluxe Suite с двумя спальнями и с частным садиком. Это как раз тот момент, когда нужно будет спуститься вниз по лестнике. Ну, в общем, честно, номера, конечно, у нас очень сильно изменились. И вообще океаня преобразилась даже чисто визуально, если смотреть на отель, очень сильно отличается от того, что было раньше. И, собственно, теперь переходим к самому важному, к нашей новинке. 3 мая 2018 года на Порфу у нас откроется новый отель. И Кэздальсия. Ну, что скрывается с расположением, нам, конечно, очень сильно повезло. Потому что до, из аэропорта, либо от столицы, в общем-то, там примерно одинаковое расстояние. Это 15-20 минут. Дорога много времени не занимает. Территория у нас здесь абсолютно пологая. То есть никаких спусков, подъемов здесь нет. Комфортно будет абсолютно для всех. Пляж, пожалуй, один из самых протяженных на Порфу. Сам по себе пляж изначально вообще, он был такой сероватый, с камушками. Но мы с этой проблемой исправимся таким образом, что мы все засыпем песком. И плюс еще на метр в море. Тоже планируем все засыпать песком, чтобы входить было всем максимально комфортно. Потому что со стороны вот этого, например, здания, тут есть такая изначально тоже галечка более крупная. Естественно, там буквально несколько, до метра даже где-то эта галечка. А потом песочек, абсолютно чистая вода. То есть в плане моря, пляжа здесь, конечно, все идеально. Действительно, самое притягательное место будет в отелях. А здесь, как вы видите, отель состоит у нас из двух зданий. Это здание называется Даси, это здание называется Порфу. Собственно, здесь у нас, естественно, будет побольше номеров. 411, значительно больше, чем у нас на Халкидиках. Поэтому мы увеличили, естественно, количество ресторанов, количество баров. В общем-то, все, что необходимо, мы, естественно, увеличили. Ресторанов здесь у нас будет 8. В целом, два основных ресторана, которые будут располагаться в одном корпусе, в другом корпусе, естественно. И 6 а-ля карт ресторанов. У нас добавится, помимо тех, которые у нас существуют на Халкидиках, еще добавится местная кухня Порфу и еще один греческий ресторан современной кухни. И получается, что на завтраки и на обеды всегда будут открыты 5 ресторанов, что, в принципе, более чем достаточно. Поэтому очередей никаких у нас нигде точно не будет. И на ужин уже открываются все 8, плюс, естественно, дай-н-аут. Мы на данный момент заключили с тремя тавернами соглашения. Таверны на данный момент располагаются в поселочке Дасья, собственно, там, где находится сам отель. И поэтому, в общем-то, пешочком тоже можно будет пройтись и поужинать там. Что касается, собственно, таких моментов, как СПА-центр. Естественно, СПА-центр у нас будет также в каждом из корпусов. У нас здесь будет детский клуб. Там, где я вам рисую, вот где-то вот здесь. Вот детский клуб обязательно. И площадка под открытым небом. Вот эта территория зелененькая, она тоже будет принадлежать нам. Здесь мы, сюда мы вынесем спортивный центр и также театр под открытым небом. Плюс к вечерним развлечениям к театру добавится еще обязательно кинотеатр. Ну и вообще на территории будет 10 баров. Здесь, естественно, всегда проходят вечерние какие-то программы. Поэтому здесь, конечно, скучать уж точно не придется. Для тех, кто переживает, что отель будет не очень зеленый, переживать не стоит. Мы, в общем-то, видели своими глазами в сентябре все, что мы... Мы основные здания, естественно, перестраиваем, потому что это на базе предыдущих отелей, которые здесь были. Потому что снести их очень сложно. Но, в общем-то, получается, что отель все равно построен с нуля, так как основные конструкции мы, естественно, оставили. А так, в общем-то, все абсолютно остальное перестроили. Все вот эти бунгало, которые находятся в серединочке и трехэтажной виллы, они были снесены и построены заново. То есть здесь точно все абсолютно с нуля. Так, а здесь, собственно, что важно, про Deluxe Collection я хотела сказать бы. Если Deluxe Collection у нас на халкидиках, она находится прям изолирована. То есть здесь у нас Deluxe Collection находится вот прям в разных абсолютно местах. То есть вы здесь в середине... не в середине, а на нижнем этаже одного здания DASI. Здесь серединочки, где как раз бунгального типа номера. На нижних этажах другого здания Корфу и в трехэтажных виллах. Как раз где трехэтажная вилла находится, там уже находится бассейн и бар Deluxe Collection. Для Deluxe Collection у нас нигде нет отдельного ресторана, только бар. Ну и, собственно, чуть-чуть расскажу о номерах. У нас, конечно, большая часть – это двухместные и трехместные номера. И здесь, кстати, в этом отеле очень много зон для взрослых. То есть это отдельные и бассейны, и, собственно, спа-центры у нас тоже для гостей старше 16 лет. И здесь много достаточно баров тоже только для взрослых. Поэтому для тех, кто хочет тишины и спокойствия, здесь, в принципе, найдут достаточно много мест. Теперь давайте пройдемся, наверное, по номерам, потому что всю основную инфраструктуру я вам рассказала. Тут бассейн у нас все тоже с пресной водой. И все подогреваются, что немаловажно для Корфу, потому что это особой популярностью, я так поняла, не пользуется. На острове у нас это, естественно, все будет, в общем-то, подогреваться. По номерам. Ну, по стилю, конечно, видно, что это наши отели, они все выполнены, все номера выполнены в единой стилистике. Начинают в основных зданиях, начиная там от двух местных номеров, они у нас небольшие, 23 квадрата, и заканчивая семейными номерами с одной спальней. Вернусь на предыдущую фотографию общую, и хотела сказать, что вот в этом здании, в здании Дайсе, у нас есть два вида. То есть в сторону Инленд, это, можно сказать, что на внутреннюю территорию, на самом деле, там вид на дорогу через такую, через полянку с деревьями. То есть это не прям дорога, но, тем не менее, имейте в виду, что поселочек достаточно активный, и здесь, конечно, может быть шумновато. Ну, и в эту сторону уже номера с видом на море. Вот в этом здании номеров Инленд, в обратную сторону, кроме как на море, здесь таких нет. Только вот по бокам они тоже могут у нас считаться Инленд. Вино заказывать, да, у нас бесплатно, то есть абсолютно в любом ресторане, на обед, на ужин. Кто хочет, может тоже и на завтрак заказать, конечно. Шампанское, да, на завтрак у нас, в принципе, часто заказывают. Вернусь дальше к номерам. Супериоры двухместные, они у нас вот 25 квадратов, тут у нас есть и трехместные номера. Они, в принципе, практически такие же, как супериоры, просто добавляется еще одно доп-место. А здесь достаточно такой большой выбор среди джуниор-сьютов. Панорама джуниор-сьютов может быть с частным садиком представлена. Ну, и есть у нас коннекты, они единственные. Это два двухместных номера, соединенные общей дверью. Там можно уже разместить четырех человек, четырех сослов. А в Deluxe коллекции тут, конечно, много. У нас всего, на самом деле, под категорией. Есть и джуниор-сьюты с видом на сад, либо с частным бассейном. Это как раз те номера, которые расположены в серединочке между двумя основными корпусами. Сьюты с одной спальней, с двумя спальнями могут быть тоже с частными бассейнами представленными. А частные бассейны, кстати, в этом отеле у нас достаточно большие. У джуниор-сьютов они 30 метров, у сьютов с одной спальней 40 и с двумя спальнями аж 50. Ну, в общем-то, даже выходить никуда точно не захочется. И, наконец, такая наша большая гордость – это виллы. У нас здесь находятся самые большие виллы при отеле на острове Корфу. Во-первых, у нас есть виллы с двумя спальнями. Они находятся на перебереговой линии. Их всего четыре. Это прям отдельные стоящие домики, гостиная, две спальни и, конечно же, по количеству спален, количество санузлов. Тут мы можем разместить семь человек. И вот на картиночке представлена делюкс двухэтажная вилла с тремя спальнями с частным бассейном. Но тут, конечно же, такая полноценная вилла, потому что здесь, как вы видите, у нас есть и бассейн под открытым небом. Рядом джакузи. Есть обеденная зона, есть зона барбекю. В этих же виллах есть полноценная кухня. Такого больше у нас нигде нет. Там, в принципе, все, что необходимо, можно приготовить. И также такой свой винный погреб небольшой, винный шкаф, который тоже пополняется, естественно, ежедневно. Вообще, с 2018 года в Deluxe коллекции у нас добавится еще Butler Service. Ну, у нас тогда был персональный менеджер, но Butler Service теперь более индивидуально, в общем, все будет представлено. Так, теперь перехожу, собственно, к нашим наградам. За три года нашего существования мы уже заработали, в общем, себе хороший имидж. В 2016 году мы заняли второе место в мире, Икос Оливия у нас заняла, и Икос Океане шестое место в мире. Вот буквально вчера мы получили от TripAdvisor новое сообщение, что в 2018 году у нас Икос Оливия заняла первое место в мире. В 2018 году уже TripAdvisor. Первое место в мире, и Океане поднялась шестого на третье. Ну, в общем-то, вы видите, что мы только растем и улучшаемся. И с этого года у нас появилась программа лояльности. Вы бронируете проживание через оператора, через AmboTis Holidays. Бронирование должно быть осуществлено именно на номера Deluxe коллекции от семи ночей. И за одно бронирование от семи ночей и до бесконечности. А за одно бронирование вы получаете от нас одну комплементарную ночь. В общем-то, если нужна какая-то более дополнительная, подробная информация, потому что условия там, в общем-то, достаточно большие, то вы можете обращаться. Вот я пока оставлю свои контакты. Если есть какие-то у вас вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Я попыталась про Дасю достаточно подробно рассказать все, что знаю, все, что видела. Хорошо, если вопросов нет, тогда я благодарю вас за внимание. Благодарю AmboTis Holidays за то, что мы, в общем-то, собрались и провели вебинар совместный. Если что, я пока еще здесь. А так передаю слово. Спасибо. Дорогие коллеги, я еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня принял участие в нашем не самом простом вебинаре. Хочу сказать следующее, что запись, конечно, ведется, она сейчас есть, и мы по традиции эту запись выложим. Я надеюсь, что она будет достаточно качественной. Но при этом хочу вам сказать следующее. Если кому-то необходима презентация Иры Шарахметовой, которую вы только что увидели и выслушали Ире на комментарии, вы можете написать нам, и мы эту презентацию, я вам просто эту презентацию вышлю, для того, чтобы была информация с фотографиями, со всеми картиночками для туристов. Ну и, наконец, по нашим рекламникам, я очень надеюсь, что тот рекламник, который у нас приедет на Корфу, обязательно посетит новый отель сети Икосов. Ну, если будет возможность, и программа позволит, может быть, там и будет ночь в этом отеле. Ну, то есть наше знакомство с этим отелем будет, я думаю, достаточно тесным и замечательным. Коллеги, спасибо вам еще раз большое за внимание, за ваше терпение. Будет ли из отеля трансфер город Корфу в Керкеру? Нет, вот как мне подсказывает Ирина, специального отеля не будет. Но, вы знаете, я думаю, что там не будет проблем заказать такси. Вот, и туристы, которые обычно бронируют сани и Икосы, они предпочитают брать машину на прокат. Но, я думаю, что это тоже вопрос, который впоследствии может быть решен. Коллеги, если нет вопросов, то мы сегодняшнюю нашу встречу заканчиваем. Я хочу просто не в качестве изменений, в качестве комментариев сказать, что мы просто сегодня провели первый вебинар на новой площадке. Я надеюсь, что больше таких проблем не случится, а вебинаров нас ждет довольно много. Сразу хочу сказать, что в феврале будет большой вебинар «Амботис», где я постараюсь рассказать обо всех наших новинках, и не только о новинках, а о каких-то традиционных вещах по всем направлениям. Этот вебинар пройдет на площадке «Профит Тревел» в рамках онлайн-выставки. Поэтому мы сможем с вами обсудить все направления, еще раз вернуться к новым отелям, в частности, к Икосу на Корфе. Тогда, я думаю, раскроем интригу и о том, где у нас будут новые отели, где приедет и откроется наш клапа «Элефант». Но еще раз всем до новых встреч, удачного сезона, прекрасного настроения! Спасибо. 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 Спасибо.